Позвольте процитировать главного преступника этого века. Сказал он следующее. На Украине задумываются о переговорном процессе. Это трансформация в правильном направлении. За это похвалю, но этого недостаточно. Конец цитаты. Да, об этом сказал Путин. Он с визитом в Пекине уже встречался с Си. Об этом чуть далее более подробно. Но вот это заявление, оно мне показалось не просто странным, а дико странным. Потому что никаких сигналов. Он ссылается, кстати, на представителей украинской власти, которая занимается международной политикой. И он говорит о том, что от них якобы есть какие-то сигналы. Никаких сигналов не было. Я мониторил все. Вот все буквально. Что происходит? Что за бред вообще? Я думаю, что это вся та же манипуляция, как и то, что контрнаступление провалилось. Погибли 90 тысяч. Вся техника уничтожена. И так далее. Причем мне понравилось. Там, знаете, он отвечал на вопрос. И, значит, заявляет. Типа, а если мы проиграли, зачем поставляют атакам? Да-да-да. Как логика у человека работает? Нет. Имеется в виду, когда мы, говорим, проиграли, и это всегда оговаривается на общее место, что Москва не смогла добиться своих целей. Начиная с февраля прошлого 2022 года за три дня взять Киев, там, марионетовщую власть установить. Всегда речь об этом. Но поле боя, отходы, потеря части Харьковской области, уход справа берега, Херсон и так далее. Ну, как бы вот об этом всегда речь шла. Никто никогда не говорил о том, что их выгнали с территории Украины. Но этот говорит, что, оказывается, оружие, необходимое для того, чтобы продолжать боевые действия, его поставляют потому, что, получается, они, так сказать, не проиграли. Ну, так, если обратным образом попытаться это объяснить. Я бы не искал большой логики. Он выдает желания свои. Желаемое за действительное, потому что он очень хочет этих переговоров. Неважно, добьется он или попыткой на других театрах, так сказать, свою роль повысить, ну, в частности, на Ближнем Востоке. Он там где-то и комментировал, что Байден говорит, что он создает нам проблемы, значит, Путин. И вот он... Какие я, типа, проблемы создает? Действительно. А какие он проблемы создает? Ну, действительно. Говорит, какие проблемы я создает? Давайте, говорит, в диалог. Какой диалог? Ты же о чем ты говоришь? Начал войну в Европе спустя десятилетия, так сказать, нарушив все возможные табу. Ну, бог с ним. Я думаю, что не стоит подозревать власть Украины в каких-то сепаратных, тайных, конфиденциальных разговорах о перемирии или о переговорах. Я не думаю так. Я думаю, что он хочет вызвать эту дискуссию в украинском обществе, эту дискуссию в украинской власти, нажимая на эту педаль, давя на нее. Все. Причем я вот хочу сказать, все лето я говорил о том, что вокруг темы переговоров крутится очень много. Повестки переговоров очень много. Это и Запад есть, там полезные идиоты, агенты, просто реалполитик. Масса таких людей. Я вот посвятил очень много на своих стримах этой ситуации и этим требованиям. Причем в украинском обществе очень болезненно восприняется любые разговоры, хоть только затрону их о том, что переговоры. Ну, понятно, почему. Потому что это переговоры в понимании Москвы. Это не компромисс, это капитуляция. То есть, он требует от Украины. Ну, вы там сходите, подумайте. Говорят, что подумаете? Вон на поле боя с тобой подумали в Бердянске. Развалили там все. Аэродром какие-то, 9 вертолетов, говорят, побили. Ну, то есть, вот я не понимаю. Он, конечно, безусловно, возникает впечатление, что он живет в своем мире. Разговаривает сам с собой. Контурнаступление провалено. Значит, дают оружие, оказывается, потому что Москва все победила. И надо с ней что-то делать. И так далее. Поэтому я вижу в этом только попытку, с одной стороны, пропагандистского нарратива. Переговоры, переговоры. Ну, вот говори, 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 как о ядерном оружии. Так, глядишь, и другие начнут говорить. А с другой стороны, отражение его желаний и страхов. То есть, давайте быстрее переговоры, чтобы я не проиграл. А то вдруг вы дойдете до Бердянска или до Мелитополя. Вы что хотите, чтобы не страшно стало? То есть, ну, вот где-то так. То есть, он педалирует ту же повестку, которую через своих контрагентов они распространяют на Западе в основном. В Украине, конечно, пойди в окоп зайди к солдатам ВСУ и скажи. Ребят, а давайте, говорит, переговоры, капитуляции. Ну, вот, приблизительно вот так это и работает. Поэтому я думаю, что здесь не стоит искать никакой серьезной подноготной, что это действительно какие-то там идут консультации, какие-то маневры, что-то там разговаривать на дипломатическом уровне или где-то. Я так не думаю. Я так не думаю, потому что для этого нет ни одного условия. Понимаете? Для переговоров нет ни одного условия. Поэтому что надо будет? Отдельное внимание Марк Захаревича, он уделил как раз Атакамс. Значит, сказал буквально следующее. Поставки американских ракет Атакамс просто продлят агонию Украины. Мы сможем отражать эти атаки. Это очередная ошибка США. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что процесс отражения вот этих атак произошел как раз под Луганском и под Бергянском вчера, за которые мы все наблюдали? Именно так. Так вот я хотел сказать. А что они отразили или как вы отразили это на аэродромах вчера буквально? Кассетный этот боеприпас Атакамс, он там на 165 километров, ну, достаточно. Что они отразили, что помешало? Достаточно. Нет, ну, а если там, говорят, 20 ракет поставили? Честно говоря, вот так между нами, Юрий, ну, 20 как-то смешно, честно говоря. Ну, явно маловато. То есть, а представим, если бы 100 поставили. Ну, и так от души. Потом 300-километровые вот эти модификации последние, которые попадают с погрешностью меньше метра. Ну, понимаете, то есть в этом смысле он как? Он исходит из того, что если он будет говорить о том, что у нас все есть, мы знаем, чем защищаться и так далее, то оно как бы и проканает. То есть, вдруг не обратят внимания на то, что вот разбомблен аэродром там, где-то в Бердянске, по-моему, я вот видел. Я думаю, что это не более чем. Потому что если бы было бы как защищаться от Атакамс, а это баллистическая ракета. И учитывая, как она летает, вообще очень сложно ее отражать. Для этого она и сделана, чтобы невозможно было ее сбить или там закрыться от нее. Вот. Поэтому это надо воспринимать исключительно как попытку продемонстрировать силу, которой нет. Тем более он это делает в Китае, понимаете. То есть, ему нужно показывать Си Цзиньпину, что все нормально, все хорошо, вообще никаких опасностей нет. Мы вот держим фронт. При том, что мы-то, в общем, понимаем, что есть некоторая ситуация военного равновесия. Но она откуда возникла, эта военная равновесие? Из-за недостаточных поставок вооружений, которые обещаны и дают толчками. Ну, вот по 20 ракет дают. Некоторые написали СМИ 12 ракет. Не, ну я все, конечно, понимаю. Наверное, это 12 объектов можно произвести, 20, сколько их этих ракет. Но это явно недостаточно. Вот ни с какой точки зрения. Вот ты хоть как. Ну, недостаточно. Таких ракет должны быть сотни. Для того, чтобы добиться... Вы знаете, я, кстати, обратил внимание на то, как Штаты работают в рамках процесса поставок вооружения. Помните, такая же история была с дживелинами, такая же история была с хаймерсами и так далее. Возможно, для того, чтобы прощупать и, между тем, дать сигнал россиянам. Смотрите, ребята, ну это всего лишь условно 18 ракет. И это, обратите внимание, 160 километров. А у нас этих ракет тысячи, а дальность этих ракет может и до 300 доходить. Поэтому давайте как-то, да. Юрий, вы правы. Так может быть логика работать. Но, с другой стороны, это хорошо, когда война начиналась. Давайте что-то остановим. Давайте как-то после 20-ти месяцев войны. Ну что, мы все знают, с кем имеют дело. Все видят, что это людоид. Ну как на него запугать его или что? Ему же не дохнет, понимаете, под Бердянском. Он же не сидит на аэродроме в этом вертолете. Ему это все фиолетово. Поэтому с точки зрения ведения войны сейчас тот этап, что нужно с войной заканчивать. А как ее заканчивать? Вот на Ближнем Востоке надо заканчивать? Надо заканчивать. Украине надо заканчивать? Надо заканчивать. А какой путь заканчания этой войны? Уступить все, отдать территории, так сказать, и оставить в полонии, так сказать, людей? Или на Ближнем Востоке уступить Хамасу, чтобы через год опять они по новой тысяче перерезали людей? Ну давайте, оставьте все так. Это они себе позволить, Запад не может. Потому что он отдает себе отчет. И политики на Западе не могут. Так же, как и Байден, и все его администрации не могут себе этого позволить. С них спросят. Как это вы так? А вы могли сделать что-то альтернативное? Ну, мы, наверное, могли поставить вооружение. Мы могли то сделать. А почему не сделали? Почему не сделали? За что же тебя выбирать на второй срок? Логично? Логично. Поэтому я думаю, что нужно вести разговор о том, что всего этого, несмотря на поставки и спасибо, этого недостаточно. Потому что это равновесие, которое, безусловно, сложилось. Та динамика контрнаступления, она не слишком существенная. Нужно изменить путем изменения баланса. Больше снарядов, больше танков, больше выстрелов. Больше ударов ракетами атаков, больше пораженных целей. Вот так меняется-то равновесие. Они путем, там, ой, вот, там, что-то медленно двигаются и так далее. Ну, а как не медленно двигаются? Погодите. На той стороне же тоже машина. И все производство военно-промышленное в России, оно работает именно на эту войну. Но Запад сильнее, что очевидно. И ему по силам это равновесие изменить. Вот о чем речь. Раз уж про Ближний Восток вспомнили, позвольте, конечно же, расспросить вас о том, что произошло вчера. Очень важное событие. Это большая трагедия. Речь об ударе по больнице в секторе газа. И это привело к своим последствиям. Ну, во-первых, изначально нужно сказать, что сегодня уже больше информации. Появляются какие-то аудиозаписи, свидетельствующие о том, что Израиль не причастен к этому. Это боевики Хамас. Более того, Израиль сегодня в рамках ООН сделает все возможное, чтобы это доказать. Байден прилетает в Израиль и говорит о том, что, ребята, это дело рук другой команды. Давайте так. Но между тем, это имеет три последствия. И, Марк Захарович, это что важно? Да? Вчера в Берлине, например, еврейский центр громят. Или там, я не знаю, идут на шторм посольства Соединенных Штатов и так далее. Они отказывают в аудиенции Байдену, если это корректно сказать, там, арабские страны какие-то и так далее. Что вы думаете? Ну, безусловно, конфликт все больше превращается в глобальный. Вот. В него вовлекается значительная часть не только стран Ближнего Востока в поддержку Палестины, но и, с другой стороны, страны Запада в поддержку Израиля. И одновременно сама ситуация очень острая остается, потому что не начата военная операция на Земле. Ее надо, конечно, быстрее. Быстрее начнешь, быстрее закончишь, понимаете? А вот это затягивание, оно и ведет к тому, что такие вещи могут происходить. Что касается конкретно больницы. Ну, из тех свидетельств публичных, я подчеркиваю, это же невозможно. Вот ракета прилетела, а давай говорить на белое и черное. Это вот невозможно говорить, когда ты зашел и расстрелял 240 человек. Потому что их расстреляли не инопланетяне, а конкретные люди. А с ракетой всегда могут оставаться вопросы. Но в данном случае имеет значение доказательства. Пусть одна и другая стороны предстоят в ООН доказательства. А, соответственно, международная расследовательская группа, которая может, так сказать, создана быть, разберется и скажет, ну, в принципе, в общем, понятно, чье это. Там же эти осколки этой ракеты, правильно? Ну, невозможно же спутать экспертизе осколки израильской ракеты или ракеты, которую выпустил сам Хамас. Ну, говорят, что это исламский джихад выпустил ракету, и она упала на больницу. Поэтому, конечно, пусть ответ даст соответствующая международная расследовательская группа. Это, в принципе, разобраться несложно. Я думаю, что у американцев, как у израильтян, есть спутниковые снимки, у них есть там слежение какие-то средства. Они, безусловно, это все могут представить технически доказывая, объективными доказательствами. Но, повторяю, это не предрешает. То есть, нужно начать это расследование и разобраться. Я, с другой стороны, хочу зайти. А, в принципе, вот этой больнице, это не основной медицинский центр, под землей которого находится штаб Хамас. Это периферийная больница на окраине, мне кажется, ближе города. А зачем ее бомбить, Израиль? Израиль. Вот так. Нет, случайно может прилететь что угодно. Вот случайно ракету пустили, она что-то изменила траекторию и легла на больницу. Это я допускаю. И это возможно. Допустим, была бы израильская ракета. А вот целенаправленно. Какой вообще в этом профит больницу обстрелить? Ну, так, в принципе. Я как-то по той практике, которую израильский Цахал ведет в отношении газа, предупреждая о ударах и так далее, давая выйти жителям. Вот даже сейчас этот коридор, который на границе они предлагают двигаться на юг. Ну, как-то, в общем, это не очень похоже. Повторяю, случайно, ну, как бы, обстреливая город, ракета может впасть куда угодно, в конечном итоге. Даже если она целенаправленно летит в какой-то один объект, залетает в другой. Мы это видели в Украине. Такое может быть, хотя Москва делает по-другому. Она просто не считается. А сейчас они уже дошли до стадии, что они поминки просто ракетами расфигачивают в кафе, понимаете? То есть, они уже не парятся, говорят, а что там сидели нацисты, их не жалко. Нацисты? Да-да-да, нацисты их не жалко, можем в кафе убивать и так далее, с детьми. А что, дети такие же нацисты. Да тут ситуация немного другая. Тут по рукам, ногам вяжут Израиль. И действительно, мы видим, что масштабная развернута кампания и по Европе, по миру, в принципе, ну, там, на Ближнем Востоке, само собой, антиизраильская и антизападная. Вот это очень важно подчеркнуть, что там нет только Израиля. Там Израиль представлен как часть Запада, как часть вот этой, в общем, как коллективного Запада, такого представительства на Ближнем Востоке. И это имеет свой масштаб, и я уверен, имеет свою закулису. Я думаю, что за этими масштабными организованными выступлениями стоят и деньги, и люди, и политики, и страны. Ну, само собой, симпатизанты Хамаса, это понятно, Иран, там, ряд стран, Катар, например, да. Но я думаю, что Россия приложила свою руку. Я вот так вижу, что Россия приложила руку к этим масштабным хаотическим выступлениям для того, что... Для чего? Ну, прямой же интерес, чтобы отвести от себя всё. По поводу войны в Украине, по поводу ответственности как военного преступника, по поводу взять изоляции, что взять на себя некую миссию на Ближнем Востоке. А давайте мы тут всё урегулируем, мы со всеми сторонами поддерживаем контакт. Вот у Москвы я вижу прямой интерес к эскалации. Прямой интерес к эскалации. И мы видим её роль, мы видим её активность бешеную. Путина, его окружение по поводу... А давайте мы что-нибудь... А давайте будем этим заниматься. Давайте вот это. Давайте палестинским государством займёмся. Что-то как до этого и вообще никакой активности не проявляли. А тут, видите ли, сразу подпрыгивать начали. Поэтому это и вызывает некоторые такие подозрения, что, возможно, не всё так просто. И, возможно, вполне, что, значит, Москва прикладывает руку к этим массовым выступлениям. Белый дом сообщает о том, что Байден намерен, цитирую, как друг поставить перед Израилем ряд непростых вопросов в связи с... Ну, написано конфликтом, но в связи с войной. Почему с конфликтом? Потому что первым об этом сообщил, да, пропагандистские ресурсы. Я просто оттуда скопировал. Но, неважно, суть понятна. А что это может значить, Маргар Захарович? Возможно ли под угрозой проведение вот этой операции, которую они планируют или нет? Я думаю, да, не исключено. Очень даже не исключено. То есть будут уговаривать, вязать по рукам и ногам, не надо её проводить. Я не утверждаю это на 100%, но я не исключаю. Судя по той атмосфере, тем более Блинкин, он проехал сейчас несколько челночно стран, был в Саудовской Аравии, и, в общем, настроение понятно, какие. Они их считывают. И, наверное, пытаются как-то с Израилем решить этот вопрос с тем, чтобы отложить на земную операцию. Но это будет провал всей политики. Ну, Израиль, понятно, но и Запада на Ближнем Востоке, потому что, в принципе, после такого это будет происходить постоянно. И уже в разных местах. Это соблазнение вот этой бессилием, оно приведёт к тому, что все эти Хамасы, Хезбалла и другие объединения, они будут всё паразитировать на этом злоуприятия постоянно. Потому что, если так можно добиться своего, так почему это не повторить? Поэтому здесь, с этой точки зрения, я считаю, что, если Израиль отступится от своего намерения войти в сектор газа и зачистить от Хамас газу, потери и репутационные, и военные, и политические, и исторические, и многие другие будут очень-очень значительными. Очень значительные. Смотрите, а если это произойдёт? Ну, тогда что, не будет погромов, резни и так далее в странах Европы? Есть бы какая-то операция наземная? Или наоборот? Вот смотрите, если произойдёт, если не произойдёт, это же, ну, по сути, может быть один и тот же результат, или ошибаюсь? Да, но мы не можем утверждать этого на 100%, но исключать того, что, увидев эту слабость, она ещё больше распалит желание, потому что дальше на повестке встанет вопрос, а давайте учредим палестинское государство со столицы Восточного Мирусалима. Ах, вот нет, и тогда опять и погромы, и митинги, и всё на свете. Требования-то они не снизятся, это сейчас требуют, не проводите операцию в ГАЗе. А потом будет требование, проведите конференцию международную, учредите палестинское государство, дайте ему возможность создаться с территорией Восточного Мирусалима. А потом, значит, отдайте территории, на которых поселение. Ну, это, я повторяю, это бесконечно. Я сам, например, являюсь сторонником создания палестинского государства. Я считаю, что лучше его создать, чем не создавать. Потому что невозможно десятилетиями одно и то же. Да, палестинцы не соглашаются его создавать на тех отведённых им территориях, в соответствии с планом Авраама, который Трамп ещё в своё время предлагал, вместе с Натаньяху и другими политиками. Он не предполагает создание палестинского государства со столицы Восточного Мирусалима. Это не предполагается. Поднимется флаг, ну, пожалуйста. Они хотят большего. Но невозможно в этих условиях получить больше. Надо брать то, что есть. Потому что, на самом деле, предыстория очень сложная. Ввиду того, что по решению тогда ООН должны были создаться два государства. Израильское и палестинское. Только евреи создали своё государство. А палестинцы отказались. Точнее, им даже не дали его создать. Ну, как бы некому было создавать по существу. Потому что разорвали между собой Трансордание. Там все остальные бывшие подмандатные территории британские. И поэтому говорить о том, что это Израиль не дал создать. Ну, как же он не дал его создать? Он создавал своё. И на следующий день началась война. Против государства Израиля создана. Ну, а палестинцы отказались создавать. Они хотели, видимо, создавать государство на всей территории. Которую сейчас занимает Израиль и палестинская автономия. Но это невозможно. И даже сейчас это невозможно совершенно. Поэтому после столь долгих десятилетий войн и всего остального, надеяться на то, что можно получить по максимуму, невозможно получить по максимуму. Особенно нынешних условий. Но, тем не менее, я ещё раз повторяю, размах протестов, во-первых, рукотворен, на мой взгляд. А, во-вторых, он точно может ещё больше приобрести или продолжаться со всеми превходящими, если Израиль, например, отступится от военной операции. Они скажут, а вот сколько жертв и так. Сейчас их действительно может. Уже много. Разных жертв. И поэтому есть мотив продолжать это всё. Вот о чём я говорю. Что вы думаете по поводу того, что Государственная Дума Российской Федерации уже приняла закон о том, чтобы отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний? Будут испытывать ядерку там на Новой Земле где-то? О чём Ковальчук, по-моему, призывал. Да и Медведев полупьяный тоже постоянно. Я думаю, да. Они это сделают. Во-первых, Путин поставил эту задачу. Ну, а Дума – это же бутафорский орган. Она просто там пилюет. Вопрос, когда они и при каких обстоятельствах начнут эти испытания ядерные. Откроют этот ящик Пандоры, что называется. Но снять ограничения-то снимут. Это формальная сторона. А вот приступят ли, обратятся ли к тому, что начнут сразу же испытывать ядерное оружие на Новой Земле? Ну, будет зависеть от обстоятельств. Это же всё средство шантажа. Смотрите, мы уже отказались от ограничений на ядерные испытания. Будете нас выводить из себя из терпения, мы ещё и начнём эти испытания. И демонстрационные взрывы недалеко от вас. Ну, что-нибудь такое. Поэтому делают всё постепенно. Как это происходило с размещением ядерного оружия в Беларуси? Тот просил, там подумают. Потом всё-таки сказали «да». Потом привезли. Потом разместили. Подтверждали, не подтверждали, подтверждали. И так далее. То есть, они это делают не одномоментно, а медленно. Для того, чтобы у Запада создать иллюзию страха. Иллюзию рискованного сближения с термоядерной войной мира. Для того, чтобы Запад отступился от Украины. Всё, больше других требований нет. Повлияет ли это как-то на позицию Запада и в контексте помощи и так далее? Нет, не повлияет, потому что слишком долго это длится. И вопрос ядерной безопасности, он к Украине не относится. А как к Украине не повлияет? Что, Украина часть этой системы? Она по Будапештскому мировому всё отдала. У неё ничего нет. Если бы у Украины было ядерное оружие, то, конечно, она вывлечена непосредственно. Она может стать жертвой агрессии Москвы, которую возьмёт и сбросит бомбу. Может такое быть? Чисто теоретически, наверное. Чисто теоретически. Но Запад отдаёт себе отчёт, что Путин при всём своём демонстрируемом безумии, потому что сейчас, в 21 веке, потряхивать это ядерной елдой – это нарушение всех табу, вообще, какие только были. Достижение второй половины 20 века с ядерным сдерживанием, с концепцией и всем остальным. Это посмеяние этому всему от и до. Зачем были десятилетия Холодной войны, где пришли к пониманию даже советские, не менее безумные власти, к тому, что в ядерной войне победа быть не может, и обращение к ядерному, неконфициентному виду оружия является последним средством, которое не должно вообще возникать даже вопросами в ходе обычных войн. Потому что в Афганистане, например, вот Москва проигрывала, она сразу начала проигрывать эту войну с выводом этого контингента, 100 тысяч и так далее, гибелью, мирное население, солдат и так далее. Ну, не пришло же в голову советскому руководству, а давайте мы на Кабул сбросим бомбу, или там Пешавар, или еще куда-нибудь. Ну, никто же не говорил, что, ну, слушайте, если вы не можете достичь этих целей, оккупировать Афганистан, превратить его в советскую колхозницу, то совершенно это не означает, что обязательно надо прибегать к ядерному оружию. Равно так же это экстраполируется на Украину. Если вы не можете взять Украину, отстаньте от нее. А там говорят, нет, мы и не отстанем, мы вплоть до того, что даже уроним ядерную бомбу. Но, повторяю, это тогда глобализация конфликта в такой степени, что Запад не может остаться в стороне. Он в том числе боится именно этой устраненности. Потому что если Запад проигнорирует факт использования ядерного оружия тактического, например, в отношении Украины, тогда следующим будет именно он. Следующие бомбы полетят уже действительно в Варшаву. Вот и все. Хочу вас еще об Авдеевике спросить. Почему так они активизировались? Мы знаем, что там сейчас происходит. Ребята оттуда говорят о том, что да, ситуация сложная, но контролируемая. Россияне потеряли огромное количество техники, огромное количество личного состава. Но они продолжают и продолжают. И вот представители украинского военного ведомства заявляют о том, что в ближайшее время мы вновь ждем новую волну. Почему они так активизировались? И почему так внезапно, как вы думаете? Во-первых, они летом анонсировали, что в октябре пойдут наступления. Они отговорили. И мы это обсуждали. Но это как-то не верилось даже. Учитывая, что контрнаступление только развивалось, оно могло привести к ситуации, при которой вообще у России был бы потерян потенциал наступления. Он и сейчас-то невелик. А что они взяли? Вот на Купинск. Не надо на Авдеевке. Это недавно началось. А Купинск, например, уже два месяца. Так а что они не Купинск, Кузловая не взяли? Ну, там же 120 тысячных группировок, кстати, больше, чем в Афганистане. На 10 лет. Ну, значит, они просто не могут. Давайте так скажем. Что касается Авдеевки. Авдеевка – укрепленный район. Аж 9 лет его укрепляли. Так же, как и напротив него Донецка, конечно. Донецк тоже укрепленный. Вот просто так, без потерь, быстро захватить часть Донецкой области, Авдеевку и так далее, возможности не представляется совершенно. Я думаю, всё-таки, что у этого есть политический смысл. Показать, что... Вот вы говорите, контрнаступление, контрнаступление. Пусть даже мелкими шажками, но продвигается. А мы же тоже вот... Вот, смотри. Значит, это всё как бы на противоходе. И те, и эти. Тогда и нет этого вот однозначности наступления украинской армии, ну, контрнаступления, и обороны российской. А что это вот... И так, и так. И в ту, и в другую сторону. А значит, военное равновесие. А значит, давайте садиться со стоп переговоров. То есть, показывать, что, в общем, российские войска не только в обороне находятся, но и могут контратаковать, могут в контрнаступательные действия ходить и так далее. И тому подобное. Вот, я думаю, что смысл здесь такой. Три минуты остаётся, но вопросов у меня много. Поэтому буду ускоряться. И, конечно же, хочу спросить вас о том, насколько громко вы смеялись после того, как услышали, увидели сообщение от МВД Российской Федерации о том, что иноагента Марка Фейгина объявляют в розыск. Да, я там ещё и нежелательное лицо. Это ещё одна статья. Меня вместе с Пономарёвым и Гудковым Геннадием объявили нежелательное лицо на генпрокуратуру. А там есть статья о нежелательной организации. Мы создали, типа, нежелательную организацию съезд депутатов, которые функционируют в Киеве. Я там не принимаю участие, но они меня навешивают. Вы знаете, я про эти дела знал. Там не одно дело, на самом деле. То есть, розыск объявляет уже по итогу каких-то действий. Да, значит, оперативных действий. Ну, так называемого ОРМ и так далее. То есть, до меня доходили сегодня. У меня адвокат в Москве работает. Вот. Я говорил, рассказывал, что я знаю, что там есть дела. Но все как-то так, знаете. Дела нет, пока сами они не объявили. Но они захотели, объявили. Потому что... Видите, ну, это неизбежно. Я ж не первый. Вот. Уже даже заочные вынесли на приговор. Взорову, не Взорову дали, по-моему, 9 лет заочные. Ничего-чего. Белоцерковскую, по-моему, дали. Глуховскому. Ну, как-то раздают, прямо как сереги. Никак, в общем, не реагировал. Потому что я за границей нахожусь под международной защитой. Вот. Я беженец политический. То есть, у меня статус. Поэтому балалайку ему никто ничего не даст. Как бы экстрадировать. Даже соответствующий не примет в Red Notice ордера. Не примет Интерпол. Так что ничего не будет. Но им очень важно, понимаете, охватить всех эту вот массу иноагентов, всех этих врагов народа. Охватить уголовными делами. Ну, полный. Флэш-рояль я это называю. У меня на руках вообще все. Значит, охватить вот этим всем для того, чтобы в дальнейшем лишать гражданства. И, в общем, действовать в этом направлении. Я думаю, там, скорее всего, вот так. Я вот как раз хотел спросить об этом. Потому что, по сути, так как получается. Я помню просто... Помните, как Арсений Ницинюк убивал людей в Чечне? Воевал где-то в Чечне. Фейк. Я помню, мы где-то на пресс-конференции, значит, он отвечает на вопросы. И что-то мы там спрашиваем журналисту у него. И он говорит, я сначала смеялся, но потом мне перестало быть смешно. Мы спрашиваем, а почему? Он говорит, а потому что это там какой-то запрос в Интерпол или в какие-то органы. И они могут каким-то образом, значит, ну, я не знаю, подавать запросы на экстрадицию, задержание какое-то. Вам такое не грозит, правильно? Нет. В Европе, Америке и так далее. В таких странах нет. Ну, а в другие страны я не собираюсь ехать. Поэтому, как бы, риски для меня здесь низкие. Но они же будут гадить. Безусловно, они будут это направлять. А что им? Машинка работает. Государство в их руках. Они узурпировали, создав тоталитарное абсолютно образование. Но, повторяю, ничего здесь делать нельзя, с точки зрения их самих. А вот повлиять на тех, к кому они обращаются в инстанциях, там, Интерпол и им подобных. Там банковская есть система, КУС. Там есть другие, что вот они пошли документы. Меня-то обвиняют по статье 207.3. Это распространение недостоверных сведений о российской армии и СВО. Они же меня в этом пока обвиняют. Но там, возможно, они прилепят еще какие-то статьи. Я этого не знаю. Ну, там, поговаривают измены родине, еще что-то. Но они их раздают налево-направо, понимаете? Поэтому хорошо, что я не сижу в российской тюрьме. Меня заморили бы. Но мы будем по ходу поступления проблем толчками, да, будем их решать. Вот так я отвечу.